В эфире служба новостей Сорок-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В клинической больнице 50 начала работу единая справочная служба. Наша съемочная группа посмотрела, как устроен колл-центр трех поликлиник. Отдай голос за благоустройство. Сорокшане могут выбрать территорию, которую будут реконструировать в следующем году. Новые награды для борцов. Воспитанники «Кара» вернулись в турнирах в Нижнем Новгороде. Далее расскажем обо всем подробно. Дефицита товаров нет. После недолгого ажиотажного спроса на некоторые позиции запасы в торговых сетях восстанавливаются. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются, отметил глава государства. Президент назвал правильным решение не прибегать к ручному искусственному регулированию рынка, а вместо этого предоставить свободу частному бизнесу для поиска эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть. Наличие необходимой продукции в магазинах считает Владимир Путин. Для удобства сыровчан в клинической больнице 50 с 15 апреля начала работать единая справочная служба. Она объединила все городские поликлиники – первую, вторую и детскую. О том, как организована работа службы и в чем ее преимущество для пациентов, расскажем в следующем репортаже. В 2019 году клиническая больница номер 50 вступила в национальный проект «Бережливая поликлиника». С одной стороны, это позволяет более рационально использовать кадровые и материально-технические ресурсы медицинской организации, а с другой – экономит силы и время пациентов, которые обращаются за медицинской помощью. В рамках проекта с 15 апреля в КБ номер 50 заработала единая справочная служба, которая объединила колл-центры, первый, второй и детский поликлиник. Это объединение позволит нам обеспечить лучшую взаимозаменяемость сотрудников, повысить качество работы с пациентами, уровень общения с пациентами, сократить количество недозвонов и уменьшить срок ответа оператора на звонок. В единой справочной службе работает многоканальный телефон 9 55 11. Звонки принимают с 7 до 19 часов по будням, с 8 до 16 по субботам. Пока в центре 7 операторов-консультантов, при необходимости их число увеличат. Пока еще есть саровчане, которые не в курсе нововведений. Они звонят в регистратор и поликлиник, но там их направляют в единую справочную. Пиковые часы, утренние, максимальное количество звонков поступает в понедельник и в пятницу. Средняя продолжительность разговора где-то полторы минуты. И в среднем в день поступает около 900 звонков. Самое частое – это вызов врача на дом, запись на прием к врачу, запись на медобследование, медосмотры, диспансеризация, вакцинация и справочная информация. Оператор принимает звонок, уточняет, к какой поликлинике прикреплен пациент, выясняет самочувствие звонящего, если тот хочет вызвать врача на дом и решает, кому направить вызов – фельдшеру или врачу. Если пациенту надо записаться на прием, оператор помогает подобрать дату и время. В дальнейших планах – использование мессенджеров для информирования пациентов о приеме врачей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исключил пункт о масках из указа о режиме повышенной готовности. Документ с изменениями появился на официальном интернет-портале правовой информации 18 апреля. Отныне масочный режим в регионе не отменен, но указом губернатора не регулируется. Как пояснил Глеб Никитин, необходимости в требовании о ношении масок в рамках режима повышенной готовности больше нет. Однако оно сохраняется в соответствии с действующим постановлением Роспотребнадзора. Как только появляется возможность, мы снимаем ограничения или ослабляем свои требования. Региональное правительство постоянно анализирует эпидемиологическую обстановку, докладывает мне. И уже на основе полученных объективных данных мы принимаем то или иное решение. Рассказала глава региона, добавив, что при ухудшении эпидситуации отдельные запреты могут вернуться в указ. Помимо пункта о масках, из указа также убрали рекомендации о дистанционном обучении в школах, ПЦР-тестировании и карантин для прибывших из-за границы. Что касается режима обязательной самоизоляции для беременных нижегородок, он продлен до 31 мая. С конца мая рейсы в Сочи из Нижнего Новгорода будут выполняться ежедневно. Сейчас рейсы в главный курортный город России из столицы Приволжья выполняет один перевозчик пять раз в неделю. А в конце мая к нему присоединятся еще два авиаперевозчика. Таким образом, в отдельные дни нижегородцы смогут добраться до сочинского аэропорта рейсами трех авиакомпаний. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память», – подчеркнул министр. «Имное принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса». Отметим, что согласно текущей программе, школьники начинают изучать историю только с пятого класса. Получить все государственные выплаты и льготы можно будет дистанционно уже к концу 2023 года. Это позволит существенно сократить бумажную волокиту, а люди смогут сэкономить свое время и быстрее получить услуги, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом все справки и выписки по желанию можно будет оформить очно в МФЦ. Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вакцинопрофилактике до 29 апреля. Эпидемиологи ответят на вопросы о вакцинации, о национальном календаре профилактических прививок и иммунизации по эпидемическим показаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекцией. Контактный телефон горячей линии 8 800 555 49 43. Специалисты подробно разъяснят, когда и почему необходима вакцинация, помогут разобраться с календарем прививок и объяснят, почему их не стоит бояться. Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация – это право каждого человека и общая обязанность. Очень важно относиться серьезно и ответственно к такой важной мере для защиты здоровья как детей, так и взрослых. В парке Зернова 9 мая будет работать ярмарка День Победы 2022, время работы с 11 до 20. Центр развития культуры и искусства Сарова приглашает предпринимателей принять в ней участие. Справки по телефону – 982 50. Заявления от представителей бизнеса и мастеров рукоделия принимают по адресу улицы Довиденко, дом 9. Стартовало голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Саровчане смогут отдать свой голос за сквер в районе дома номер один по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, набравший большее количество голосов, будет благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Сквер на проспекте Мира или зона отдыха на пруду Боровом. Один из этих объектов благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды в 2023 году. Обе территории выставляли на голосование годом ранее. Тогда саровчане отдали предпочтение скверу за администрацией. Первый этап его реконструкции уже начался. На те выделенные деньги, это в размере 24 миллионов рублей, нам удастся только привести в соответствие диагональные дорожки, то есть пешеходную сеть. Мы делаем, ну и определенные делаем инженерные закладные для того, чтобы впоследствии провести там соответствующие кабели и коммуникации. То есть основное сейчас у нас обеспечение подходов к центральной зоне, будем так говорить, где расположен фонтан. Благоустройство фонтана и центральной площадки выносят на голосование в этом году. В выборе приоритетной территории важен каждый голос. Департамент городского хозяйства призывает саровчан не оставаться в стороне. Обязательные условия участия нашего города в получении финансирования на следующий год преодолеть порог голосов 8600, пояснила Людмила Шлипугина. Показатель уровня поддержки и участия в выборе территории нашего населения. Потому что основным условием проекта федерального формирования городской среды является не только выполнение работ по благоустройству, а то, что все приоритетные задачи, виды работ, сами территории должны выбираться с жителями. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая. Отдать свой голос за выбранную территорию можно онлайн на сайте голосза.ру. Процедура занимает не больше пяти минут. Для регистрации на сайте нужно указать свой номер телефона, инициалы, место проживания, либо войти через госуслуги. Если житель города уже голосовал ранее, он может не подтверждать свой номер, а воспользоваться плашкой «Вход для голосования». В этом году опять возвращается практика, что будут волонтеры с планшетами. То есть мы, скорее всего, сделали вывод, что они не будут работать в торговых центрах, потому что в торговые центры люди приходят быстро что-то купить, уйти, дома ждут тела. Мы постараемся сделать это в таких зданиях или учреждениях, где люди могут посвятить голосованию какие-то, найти 3-5 минут. Проект, набравший большее количество голосов, будет в 2023 году благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» стартовала в Сарове. Первая акция в рамках добровольческой программы называется «Улыбнись, малыш». Организаторами мероприятия выступил ресурсный центр добровольчества, а волонтерами – активисты городского клуба «Инсайт». «Весенняя неделя добра» в Сарове – это благотворительные акции, встречи с общественными деятелями, квесты и мастер-классы. Участие можно принять в любом волонтерском мероприятии. Вся информация публикуется в сообществе ресурсного центра добровольчества в социальной сети ВКонтакте. «Весенняя неделя добра» проходит в этом году в Сарове. Ее организует ресурсный центр города Сарова, который располагается в молодежном центре. Но также есть мероприятия у разных организаций – центр внешкольной работы, молодежный центр. Добровольческая неделя началась с акции «Улыбнись, малыш». Мероприятие прошло около детской поликлиники на улице Курчатова. Девушки в костюмах сказочных героев дарили детям яркие шарики с надписями «Спорт – норма жизни». Также приглашаем присоединяться всех горожан, кто хочет дарить добро, потому что добро дарить на самом деле просто. Делайте добрые дела и несите добро людям. Волонтерство – это молодежный тренд. Новое увлечение современного поколения добровольчества сплачивает общество и помогает решать социально значимые проблемы. Спортсмены «Икара» удачно выступили на всероссийском турнире среди мужчин и межрегиональном турнире среди юниоров 16-17 лет по рукопашному бою. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде. Подробнее об успехах саровских рукопашников расскажем далее. В секцию рукопашного боя Дмитрий Мирюков пришел пять лет назад. Просто хотел попробовать для себя что-то новое, признается юноша. Однако тренировки Дмитрия быстро затянули. В зале он проводит практически каждый вечер с понедельника по пятницу. Упорные тренировки принесли свои плоды. На межрегиональном турнире среди юниоров он взял золото. Отличный результат показал и Георгий Потапов. Он соревнования привез в бронзу. В основном, конечно, соперники были из Нижегородской области, но из ближайших регионов. Были из Владимира. Хороший турнир, сильные соперники. Я считаю, что выступили мы неплохо. Конечно, надо работать лучше, больше. Самое главное, это мы получили опыт. Мы приехали все практически с призовыми местами. С 14 по 16 апреля параллельно проходило два соревнования. На всероссийском турнире среди мужчин в своей весовой категории Андрей Малыгин занял второе место. Евгений Тучин стал бронзовым призером соревнований и выполнил норматив кандидат в мастера спорта. Конкуренция на межрегиональном турнире в Нижнем Новгороде была высокой. Больше 300 участников из 26 регионов страны. Такие соревнования – отличная тренировка для юных спортсменов, считает Валерий Трубин. Мы сейчас ведем сильную подготовку, поэтому вот эти межрегиональные соревнования нам очень нужны для проверки своих, что они достигли во время тренировочного процесса, какие у них были ошибки, какие недоработки. Вот это мы сейчас будем доделывать и дорабатывать. Проводят соревнования в Сарове. В начале апреля прошло первенство города по самбо. За победу боролось 130 юных спортсменов в шести возрастных категориях. Тренеры оценили уровень мастерства ребят, помогли провести работу над ошибками. Такие состязания – отличная возможность для ребят проверить свои силы и научиться чему-то новому. Кто больше баллов набрал, тот и победил. За каждые броски дается разное количество баллов, смотря как положил соперника. Если остался в стойке и положил соперника на спину, чистая победа. Я так один раз выиграл чистой победой. Сейчас ребята активно готовятся к новым соревнованиям. Ближайшие пройдут в Кстово. У православных верующих началась тростная неделя – последняя неделя поста, которая завершится в воскресенье праздником Пасхи. Один из символов Пасхи – кулич. Заказать его к своему столу можно в сети пекарен с добушка. Праздник Пасхи – один из главных в христианской традиции. Ценит его и далекие от религии люди. Потому что прежде всего Пасха ассоциируется с возрождением всего лучшего и светлого, колокольным звоном, угощениями за столом в кругу семьи и, конечно, с куличами. В сдобушке их выпекают по особому рецепту. А в этом году удивят сыровчан еще и шоколадным куличом. И шоколадные творожные куличи в сдобушке трех размеров – 80, 110 и 130 мм в диаметре. На приготовление таких в домашних условиях уйдет не один час. Плюс нужно купить десятки наименований ингредиентов. Со сдобушкой все проще. Делайте заказ по телефону плюс 7 904 061 82 80 или в группах в социальных сетях. И к празднику получаете вкуснейшие куличи. Заказы начали принимать с понедельника. В наличии куличи появятся в пятницу, но их будет ограниченное количество. Поэтому лучше заказать их заранее. И, кстати, здесь же в сдобушке вы найдете все, что нужно к праздничному столу. Фермерское мясо, маринады, колбасы собственного производства, домашние полуфабрикаты, котлеты, пельмени, супы. Есть полуфабрикаты и для тех, кто соблюдает пост, котлетки из моркови и капусты. Ну и, конечно, всегда в ассортименте свежая выпечка, пирожные, дрожжевой и бездрожжевой хлеб. Магазин из Добушка на Чапаево 26 в здании «Элеганта». В торговом центре «Галактика» и новая из Добушка на Садовой 70 «Корпус-2». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Анна Пилипец.